Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам цветы, которые растут на севере живой Ярославль и Хикуми и рассказать, какие сроки их посеять, какие цветы цветут в течение всего нашего короткого времени. Подписывайтесь на мой канал Огород Удачи! Буду очень рада поделиться с вами своим опытом. Сад мой молодой, поэтому многолетников у меня не так много. Ну а что же у меня здесь есть? Первое, с чем я хотела бы вас познакомить, это Дельфиниум. Дельфиниум я посеяла на рассаду со всеми положенными правилами. Стратификация, скарификация. Из 13 семян зашло 5 штук. Вот они, красавцы. Они цветут в первый год. Такой чудесный. Называется Черный принц. Но, видите, они разные с одного пакета. Голубой, темно-синий. Очень красивые глазки у него. Цветет с конца июня и до середины августа. Цветок морозостойкий. Кост огромный. Метра почти полтора, почти до двух метров. Метра восемьдесят где-то. Молодостойкое растение. Ну, советую. И к тому же можно посадить где-то у забора, чтобы он мог закрыть какой-то непристойный вид. Оно любит солнечное место. И у меня он растет на солнечном месте. Чувствует себя чудесно. В этой же клумбе у меня васильки. Но больше я их не буду сажать. Они красивые, очень нравятся. Напоминают мне мое детство. Но они быстро отцветают и имеют такой не очень красивый вид. Их надо все время удалять цветоносы. Дальше в этой клумбе у меня годецы. Годецы очень нравятся. Буду ее сеять всегда. Она закрывает, тоже очень сильно разрастается кустами. Имеет красивые цветы. И ее можно посеять в теплице весной. Когда уже потеплеет, в апреле. То есть надо занимать ей подоконники. Это очень удобно. Дальше это у меня петуния в кашпу. Петуния сажаю рано. Где-то в начале февраля. Очень нравится лобелия. Эта лобелия у меня растет в кашпу из ивы. Я сама такое лукошко сплела. Внутри плотный пакет. Грунт. И вот это растение, оно 2 месяца было в таком состоянии. Чудесное облако. Синее просто радовало глаз. Это лаватера. Но лаватера, вывод у меня какой. Ее не сажать на грядке. Лучше ее посадить вдоль забора. Это снова петуния. Петуния, к сожалению, у меня так получилось. Разные кусты. Большие, маленькие. Но потом они как-то сравнялись. В конце июля, в начале августа. Львиный зев. Тоже прекрасное, хладостойкое растение. Это высокий львиный зев. Разных окрасок. Я его тоже сеяла на рассаду в середине февраля. Но мне на пепернистский львиный зев не понравился. А вот высокий я буду продолжать сеять. Часть львиного зева я сею в начале марта. Чтобы было разное цветение. Астры кустовые чудесный цветочек. Низкорослые растут вот такими шикарными кустами. Тоже сажаю на рассаду в начале марта. Настурция. Отличная идея закрыть вид. Растение вьющееся. Ну, теплолюбивая. Не любит холодную погоду. И еще ее, конечно, любит слизень. Вот здесь у меня настурция вьющаяся. Всего три растения. Посмотрите, какую огромную площадь она занимает. А садует уже в конце апреля в теплицу. Ну, перейдем к другой моей цветочной грядке. Кашпо и туния. Два разных кустика. Циния. Циния чудесный цветок. Цветет тоже дольше месяца. Где-то 40 дней. Сеяла ее 10 февраля. Но взошло очень мало семян. Буквально 2-3. Не помню, сейчас растение было. Я его черенковала. Отлично черенкуется. Поэтому можно сажать пораньше. То есть я села 10 февраля. Ну, в принципе, этой даты достаточно. Только надо пораньше начать учениковать. Черенкуется отлично. Немножко тут цинирарии приморской. Некуда было поместить. А на рассаду я тоже села ее в середине февраля. Низкорослый длинный зев только начинает зацветать. Тоже костик хорошо разрастается. Новая хоста у меня выцвела. Тоже первый год. А на заднем плане астра и высокие. 70 сантиметров. Но я их тоже высеваю в феврале на рассаду. Чтобы они уже в конце июня у меня цвели. Бархатцы. Без них никак. На рассаду в конце марта. Это немножко лобелий у меня. Потом она к лету разрослась. И очень чудесно смотрелось. И цирпиния красавица. У нас же не видно кашпо. Спирея. Это многолетний костик. Низкорослый спирея. Только-только начинает зацветать. У этого костика. И лилии одновременно зацветают. Так выглядит участок с хода, с калитки. Здесь у меня настурция прикрывает забор. С пионами. Кстати, плохая идея сажать их с пионами. Лучше так не делать. Пионы не любят соседства. Это грядка с ноготками. Календула. Здесь у меня на заднем плане лаватера. Такая яркая. Оранжевая, розовая, желтая грядка. Ну и вот такая идея у меня была в прошлом году разместить. Это роза. Дикая. Отличный аромат. Цветет все лето. Правда, надо убирать зимой лепестки. Срезать бутоны. И внизу я посадила рассаду. Рассаду у меня высажена в цинераре и бархатце. И когда это все разрослось, очень ярко, красиво смотрелось. В кашпо здесь у меня вобилие вместе с георгиной. Георгина тоже однолетняя. Кстати, тоже я их сажала в середине февраля. А потом черенковала, потому что взошло несколько растений. И когда георгина росла, тоже очень чудесно смотрелось. Ну и подведем итог. Что же я сегодня вам показала? Дельфинию, Васильки, Гадеца, Петунья, Лабелия, Лаватерна, Двинезе, Астра, Настурция, Цинния, Цинерария Приморская, Бархатце, Георгина однолетняя, Календулу. Все эти растения у меня чудесно росли, считаю их совершенно неприхотливыми. И советую посеять их в вашем саду. Они обязательно вас порадуют своими цветениями.